Всем привет! Приветствую вас на своей кухне кулинарный влог. Мне прямо очень хочется, чтобы все посмотрели, вот как мама мне здесь оставила вот такой рецепт. Так, это здесь полностью все ингредиенты, раскладка. Можете останавливать на паузу, ставить и списывать. И сейчас переверну. Это даже здесь способ приготовления есть. Пожалуйста. Так, для этого нам понадобится печень 0,7, сало свиное 0,3, у меня сало свежее, но я взяла его с прожилочками, ничего страшного. Морковь 2 средние, у меня одна большая. Лук 3 головки, пожалуйста, 3 головки, яйцо 5 штук. Постное масло, которое мы сейчас будем разогревать. Пока у нас раскаляется сковородка, произвольно, вот сейчас мы нарежем морковочку, чтобы не сильно плакать, сначала морковку порежем. Я помню, как мама готовила, я всегда подсматривала и помню, что она резала не сильно так мелко, потому что она будет сейчас обжариваться. Забрасываем сало, сейчас оно будет у нас вот так вот топиться. Не сильно до шкварок будем доводить. Сильно не надо так сало, прям, чтобы шкварки были. Чуть-чуть сейчас, как оно только начнет выпускать жирок свой, мы остановим его жарение и будем откладывать его в другую тарелочку. Несколько раз надо будет помешать. Сальце обязательно берите, оно нам потом пригодится, чтобы печеночка была, знаете, вот именно такая, почему у них фуа-гражи получается жирная. Уже печень жирная. Но так как у нас куриная печеночка, мы заменяем ее вот таким вот салом свежим. Куриная печеночка есть. Вот таким образом он челк у нас пошел. Чтобы было удобно в мясорубку потом закладывать, нам нужны вкусы. Мы сейчас из всего этого будем вкусы извлекать. И закладывать в нашу печеночку. По вытяжку. Вот, просто все, видите, поджарилось уже. Я сделаю вот так вот. Вот таким образом будем все обжаривать. Уже начинает приобретать золотистый цвет. Потихонечку еще жарим, пока жарим. Так, вытащили вот так сальце зажаренное у нас получено. Вот уже куля приобретает такой красивый, да? Все, сейчас будем постепенно выкладывать. И следом у нас печеночка пойдет. Печенка куриная жарится недолго. Печенка куриная жарится. Каждый цвет по своему вкусу. И здесь все. И стрелятся. Сделать надо все быстро, быстро. До готовности доводить будем сейчас. Ну вот, все ингредиенты прожарились у меня. Сейчас их перемешаем. Да, сейчас на вид это, может быть, выглядит не очень. Но, поверьте мне, кто любит печеночку, кто любит вот такие вот изыски, тому очень это понравится. Это вкус не обнакновенный. Скажи, мам. Так, заводим нашу шарманку. И будем сочетать с вами. Все перемололи. Мы сейчас будем формовать. Вот так сейчас все перемешаем. Все эту массу. Еще раз повторюсь, это для любителей печенки. Вот кто любит печень. Потому что у меня Юля и Артур не кушают печенку. А мы с Варламом очень даже любим. Поэтому угощу всю свою родню этим паштетом по маминому рецепту. Ей огромное спасибо за то, что она мне дает вот такие вещи, которые не всегда даже в книгах кулинарных прочтет. Потому что такими изысками питались, я же еще раз повторюсь, в советские времена люди высокопоставленные. Она их кормила, то есть она полностью знает все раскладки, калькуляцию выводила. Поэтому, конечно, ну что, профессионал своего дела. Посвящаю это видео специально для нее. По ее рецепту готовлю этот паштет. Практически уже готов. Я попробовала. Так как я говорю, печенку люблю. Кусочек взяла, попробовала. Потому что надо обязательно все доводить до вкуса. То есть это обязательно перчик, обязательно солька. Ну и, естественно, любовь. Так как я люблю готовить. Вот и прикладываю все усилия, да, для выполнения вот своей поставленной задачи на 5 с плюсом. Вот поэтому, конечно, залог успеха, вкусноты. Это, естественно, любовь. Вот то, к чему вы прилагаете свои усилия. Если кто не любит готовить, то просто смотрите. Правильно же. Сейчас полно ресторанчиков, кафешек. Но все равно люди заходят, смотрят. Вот таким вот образом все. Достигла я массы, пока говорила. И сейчас будем выкладывать вот в такую лодочку. Эта лодочка, вон она еще, видите, Министерство торговли написано. Мама моя была завпроизводством, заведовала всем и посудой, и всем-всем-всем на свете. Вот что у них списывалось, там вот скольчик какой-то. И она домой могла себе притащить. Советское время, ребята. Все было ничейное, так как говорится. Вот, представляете, с тех времен. Кстати, фоточку нашла. Мама всегда мне готовила вот со своего 25-летия. Сейчас буду формовать именно так, как она всегда формовала. Да, Юлька, покажи. Видно там, да? Давай вот так сделаем. Там всегда паштет, вот на этих застольях. Это она мне помогала тогда. Сейчас уже, конечно, с возрастом не может так. Но, тем не менее, вот видите, все равно вносит свою лепту. Сделала мне из масла вот такой цветок. Сейчас мы его будем обыгрывать здесь уже в паштетике. Вот так она всегда выкладывала. Я помню очень прекрасно, как она это все делала. Поэтому, в принципе, мне рассказывать про это не надо. Это я уж, как говорится, и сама помню, как она делала вот эти всегда горочки. Я вам скажу, на ура паштет уходил. На ура. Вот кто любит паштеты. Ну, вот у нас такая получилась, я же еще раз говорю, русская фуагра. Вот таким вот образом, в принципе, вкусовые качества достигаются вот у настоящей фуагры. Понимаете? Вот так как у нас в советское время производство было немного другое. Они, видимо, ездили, что-то смотрели, подсматривали. И сами делали уже вот такие изыски. Но на современный лад. На свой советский. Вот. Так что, вот таким вот образом она всегда выкладывала. Это я прекрасно помню. Вот таким вот образом в лодочку. Все укладываю. И вот так вот оно у нас получалось. Вот. Ну, внесла еще я несколько своих, как говорится, штришков. Вот. Положила в пакетик. Вот такой кулинарный у меня есть. Сделала маленький надрезик. Положила хороший майонезик. И вот таким вот образом хочу сейчас что-нибудь так изобразить. поэкспериментировать, как говорится. Можно маслом это делать. Я знаю, что мама паутинку маслом всегда делала. Но я решила сделать вот таким вот образом. Думаю, тоже будет интересно смотреться. Ну, тоже смотрите. Надо же свою какую-то фантазию правильно проявлять. Вот таким образом сейчас мы сюда водрузим масло наше. И вот таким вот образом еще вот так украшу. Кстати, это будет дополнительный вкус. Я так думаю. И вот таким вот образом сделаем вот такие вот лопчики. Вот так вот уже красиво. Теперь берем наше масло. Я его подержала в морозилке. Как мама мне сказала, так я и сделала. Вот так, потому что я послушная дочка. Да, Юль? Да. Вот. И теперь возьмем сейчас еще. Сделаем вот таким вот образом. Маленький. Попросила ее вырезать. Мамуля. Спасибо тебе огромное за то, что ты принимаешь активное участие в моих вот таких кулинарных влогах. Вот. Я думаю, что это понравится людям. Да, Юлечка? Конечно. Как ты думаешь? Не банально? Нет? Нет. Интересно это? Конечно, русская фуагра. Русская фуагра. Ну, вот таким вот образом. Так. Так что, мама, спасибо тебе за рецепт. Спасибо тебе вот за такие столы, которые ты накрывала всю жизнь. За твой труд. За то, что это пусть и не оценено правительством. Хотя, в принципе, у тебя есть медаль и ветеран труда ты получаешь все-таки какую-то добавочку. Ну, конечно, этого маловато. Но мы все равно, как говорится, не унываем и не уповаем, как говорится, на все плохое. Самое главное, что ты вознаграждена такими детьми, которые могут, вот, пожалуйста, последовать твоему примеру. А это, мне кажется, награда побольше стоит. Правильно? Когда дочь вот так вот может приготовить, подать и люди, тем более, смотрят меня. Так что, мамуля, спасибо огромное. Это видео посвящаю тебе. Наша фуагра готова. Я думаю, что вам понравится это видео. Заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы для вас делаем контент. Я думаю, вам нравится. Всего вам доброго и приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok